Собственно, что стоит за таким предложением ЮАР, поговорим с нашим следующим гостем. К нам присоединяется Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ярослав, а вы, как видите, вот эта заинтересованность президента ЮАРа Сирила Ромофоса в том, чтобы предложить некий свой мирный план, он подчеркнул, что война, развязанная Россией против Украины, повлияла на жизнь многих африканцев относительно продовольственной безопасности, поскольку выросли цены на удобрения, зерновые культуры, топливо и так далее. И объединились они в этой идее некого плана с Замбией, Сенегалом, Республикой Конго, Уганда, Египет. Вот. Что вы видите, стоит за этим предложением мирного плана, которое он, тут я должна отметить, снова-таки не говорит о войне, о неком конфликте, вот, об заинтересованности, кто влияет, возможно, на ЮАРа. Это больше интересы Российской Федерации или это же Китай. Вот, как вы видите, или действительно здесь проблема подражания цена и того, что вот и зерновой коридор мы видим постоянно, то блокируется, то возобновляется, и действительно страны Африки от этого тоже страдают, потому что нехватка продовольствия — это действительно серьёзный момент. Но вы, как видите, политические интересы чьи предоставляют ЮАР? Это, безусловно, в данной ситуации политические интересы России. И уже там во второй очереди политический интерес Китая, потому что, на самом деле, интерес Китая, он состоит не в заморозке войны, а в поддержке мирного плана Китая, то есть в продвижении неких таких абстрактных усилий Китая по миротворчеству, которые могут ничем не заканчиваться, да, но они приносят какую-то Китаю такую внятную выгоду на цивилизационном уровне. Занести это как ещё один кейс, такой как будто бы они вот примирили Саудовскую Аравию и Иран и такое прочее. А вот Россия, она является одним из важных торговых партнёров ЮАР. И она, конечно, использует этот момент. Мы все помним, опять же, вот эти заявления касаемо Международного уголовного суда по ордеру на Путина в ЮАР. Страна ратифицировала римский статут, она должна будет арестовать Путина в случае его попадения в ЮАР. Однако президент и другие должностные лица политические делают заявление, что ничего страшного, мы на это не будем обращать внимания, пускай Путин приезжает. То есть есть определённый политический момент в связи с Россией. Во-вторых, это всё, конечно же, увязывается серьёзными торговыми связями, иногда и военными. То есть из названных там Конго, Сенегал и так далее, это также регионы присутствия и глубокой уже инкорпорированности членов структур ЧВК «Вагнер», которые являются на самом деле проксией российской ГРУ в Африке в данном случае. То есть Россия, таким образом, она имеет на самом деле довольно комплексное влияние на страны Третьего мира. И кроме того, эти страны Третьего мира всё-таки не так сильно сейчас хотели бы кооперироваться с Западом. Им определённая конфликтогенность с Западом не кажется проблемной, потому что есть такое желание получать от Запада больше, более выгодные какие-то условия, и в том числе пользоваться какими-то выгодами от того, чтобы диверсифицировать свою внешнюю политику. То есть сотрудничать не только с Западным миром, но и, например, с Китаем и иногда с Россией. Ярослав, давайте рассуждать, наверное, как субъект мировой политики. По сути, то, что Зеленский дал добро, чтобы данная инициатива Южноафриканской республики была пересмотрена со стороны Украины, означает ли это хороший индикативный момент? Потому что Украина показывает, что она готова к миру после выполнения российскими оккупантами ряда условий. Первый из них – это выведение всех войск с территории Украины. И что не Украина, еще раз объясняет, начала эту войну. Начала ее Россия против Украины. И, по сути, этим Украина срывает маску с оккупанта на глобальном уровне. Потому что, будем говорить объективно, в Африке, к сожалению, очень мало знают не только об Украине, но и в целом о постсоветском пространстве. Я думаю, что в какой-то мере это такой ход, почему мы не просто отбросили этот план, хотя действительно его пункты нас не удовлетворяют. Это очевидно. И нас вряд ли бы удовлетворил любой план, в котором не присутствует требование полного восстановления территориальной целостности Украины, международно признанных границах. Почему мы все-таки его приняли? Потому что, ну, к рассмотрению, да, к рассмотрению, к возможности его обсудить и, может быть, какие-то части его сохранить, но добавить туда то, что принципиально для Киева. Потому что Украина сейчас ведет очень большую политику на разворот в Африку. Сейчас наша дипломатия сконцентрирована не только на Запад, но и, вот мы помним, большое африканское турне Кулебы. И оно, в принципе, укладывается в усилия украинского МИДа комплексные по тому, чтобы нарастить украинское присутствие в Африке. Да, потому что Африка, опять же, важный торговый партнер, важный рынок сбыта, причем постоянно растущий. То есть страна, в которую вы сегодня инвестируете 10, а завтра получаете 100. Страна, с которой, ну, страны, с которыми, на самом деле, нужно еще очень много работы провести, и Россия начала ее проводить гораздо раньше, чем Украина. То есть здесь мы не хотим сразу заклеймить позором, например, страны, которые выступили в пользу такого заявления, потому что они довольно далеко от наших региональных реалий. То есть мы понимаем, что это, например, не Венгрия, не Беларусь, не Армения какая-нибудь. Мы понимаем, что у этих стран может быть своя оптика, и с ними действительно нужно глубоко пообщаться. Что эта оптика, она продиктована не только российским присутствием, но и каким-то, знаете, внутренним балансом. Опять же тем, что Россия пытается спекулировать на вот этой политической идее антиколониализма, которая для многих африканских стран стала элементом своеобразной национальной идеи также. И тут получится ли переубедить, или, возможно, даже поддержать мирный план Зеленского, учитывая то, что звонок-то сначала был совершен ромофосой в Москву, в Кремль 12 числа, а потом только с Киевом пообщался. Это один момент. Ну и, собственно, получится ли переубедить в контексте того, насколько глубоки взаимоотношения Южноафриканской республики в контексте военного плана с Китаем и Россией. Потому что давайте вспомним, когда совместные учения военно-морских сил России и Китая и ЮАР были совершены, начинались накануне полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Ну, пусть такой некий символизм, но, тем не менее, тогда ромофоса говорил, что его правительство нейтрально в отношении войны России против Украины. А теперь давайте, он говорит, закрывать конфликт. Опять-таки, конфликт, а не войну. Так вот, получится ли переубедить, и насколько глубоки военные отношения с этими двумя странами, Россией и Китаем у ЮАР? Ну, если мы все-таки говорим о определенных мирных планах, формулах мира и т.д., определенных договорах, то мы должны подчеркнуть одну важную вещь. То, что предлагает сейчас Украина, украинское правительство, президент, украинские дипломаты, оформленное в формате той же формулы мира, оно имеет все-таки одно уникальное преимущество, потому что это не идея договариваться прямо сейчас люботься, но это идея, по сути, дождавшись украинской военной победы, победы на поле боя, после навязать совместно России, как проигравшей стороне, вот такие-таки-таки предложения. Все остальное, все остальные мирные планы, бразильские, китайские, планы ЮАР, планы Папы Римского, планы каких-нибудь американских конспирологов из QAnon, кого угодно, это все планы немедленно прекратить войну на непонятно каких условиях, которые не удовлетворяют Украину, а если они будут удовлетворять Украину, то они перестанут удовлетворять Россию. То есть украинский план может политически не приниматься даже кем-то в мире, но для реализации на самом деле других планов сейчас нет никаких шансов, потому что не сводима вот эта ситуация к никакому компромиссу между Россией и Украиной. И формула не найдена до сих пор для мирных переговоров не потому, что очень малые серьезные дяди над этим сидели и думали, а потому что ее физически невозможно найти в условиях, когда Россия не признает территориальную целостность Украины в международно признанных границах. И вот, соответственно, для того, чтобы решить эту проблему, будет использоваться военный путь. Как только военные инструменты, скажем так, мы завершим использовать, то тогда, конечно, уже не будет речи об этих предыдущих планах других стран, которые просто подразумевали собой заморозку ситуации. Ну да, я тут с вами соглашусь по поводу мирных планов. От кого еще нет? От Вануату мирного плана, да? От Уганды еще нет? От ДР Конга, например, нет? Можно еще их подождать. Я еще что хотел добавить, что, ну, по сути, вы уже об этом сказали, что ЮАР и Китай являются так или иначе союзниками Кремля по БРИКС и, к сожалению, тоже имеют тесное отношение с этой империей 21 века. ЮАР и Китай все равно в любом случае понимают, что иметь отношение с Российской Федерацией, ну, не совсем безопасно, они маневрируют так или иначе, в особенности ЮАР. И вот то, что сейчас предлагают очередные мирные инициативы, где, кстати, зафиксировано, что Украина является суверенным и территориально неделимым государством, это является ли это фактом, что тоже ударяет по имиджу Кремля? Потому что, по сути, когда твои же союзники по БРИКС говорят, что Украина является независимым государством, Россия должна признавать территориальную целостность Украины. И это уже, скорее всего, говорит о многом. Ну, я скажу так, что, на самом деле, вот эта идея незыблемости границ, она имеет гораздо большее значение для Европы, в какой-то мере для определенных наций в Азии, для Северной Америки, для Южной Америки. Но вот как раз в Африке вряд ли это настолько доминирующий дискурс. Почему? Потому что многие страны Африки нарезаны колониальным путем. То есть, там, кроме... Там сами государства очень часто представляют разнородные этнические субстраты. И внутри этих государств те или иные этносы могут желать выхода, создания какого-то своего, конкретно их национального государства. Потому что, объективно, карту Африки резали колониальные чиновники на провинции, которые выдумывались в них вот здесь, в голове. И очень мало имели сцепки с ландшафтом. И как следствие, там нету такого, вот знаете, идеи, что международное право прежде всего и т.д. Потому что Африка, опять же, зажата еще вопросами своего выживания. И в условиях этого выживания Россия и Китай поставляют ей какие-то там приборы, сырье в обмен на, например, добычу полезных ископаемых. То есть мы не можем сейчас говорить о том, что к Африке может существовать какой-то ключ на идеологическом уровне из тех, которые активно Украина применяет на Западе. Нет, скорее вот в отношении Африки стоит развивать определенную такую антиколониальную повестку. К сожалению, у западных colonial studies есть очень большая проблема. Они все очень мало пишут о проблемах белых людей в колониальных странах. То есть о том, что вот существовали такие случаи, когда колониями были не какие-то далекие страны с жителями других рас, но и вполне себе белые люди. Мы помним геноцид ирландцев в Великой Британии, мы помним то, что было с Украиной. Чехия вполне, например, в себе была колонией Австрии. Но в мире антиколониализм, к сожалению, развернут только в сторону защиты стран третьего мира, каких внутренней идеологии. И здесь с ними неплохо бы, чтобы мы могли на таком высоком дискурсе поговорить, что на самом деле то, что вы ненавидите Запад, это может быть с вашей стороны оправдано, однако не в отношении Украины, потому что долгое время Украина находилась в ситуации, которая никак не стимулировала то, чтобы мы кого-то колонизировали и были тоже за что-то виновны. Ну вот и Украина готова рассмотреть все предложения по достижению мира, но самым реалистичным является план президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовков. Он отметил, что Киев и Москва согласились принять делегацию шести африканских государств, желающих презентовать свою мирную инициативу. И напомню, по словам президента Южноафриканской республики Сирила Ромофоса, лидеры Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР планируют, как можно скорее отправиться в Россию и Украину для поиска путей. Собственно, давайте услышим и потом обсудим. Мы готовы выслушать предложения некоторых стран. Знаем о китайских идеях. На прошлой неделе Киев также посетил представитель президента Бразилии. Но война продолжается на территорию Украины. И единственный реалистичный план, который Украина приняла бы и реализовала вместе с нашими партнерами по всему миру, это план президента Владимира Зеленского. Игорь Жовко, заместитель руководителя Офиса президента Украины, в комментарии Sky News. Ну вот, собственно, а можно так обыграть, что вот мы принимаем ваши некоторые пункты из ваших мирных планов на основу, накладываем того мирного плана, который есть, в принципе, уже созданный Зеленским. Там же, по сути дела, некоторые пункты просто перефразированы, условно говоря. И тогда, как говорится, и овцы целы, и волки сыты. Как вы видите, насколько удастся с дипломатической точки зрения так договориться, чтобы предоставить такой вариант, что все, вот, ЮАР долучился, да, присоединились к этой идее урегулирования именно войны, да, а не конфликт, как считают они. И, собственно говоря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба собирается опять в Африку этим летом. Сейчас опять-таки налаживаются дипломатические договоренности с теми странами, где он еще не был. Вот, собственно, дипломатия продолжает свою работу. Вот как вы считаете? Я думаю, что на самом деле в этой истории ЮАР просто оказали определенную политическую услугу. РФ, она была ситуативной. Глубокого национального интереса ЮАР как государства в этом не было. Это определенный размен, как Иран разменял полк истребителей российских на передаче им шахедов, по некоторым данным, так что-то разменяли ЮАР на такие заявления. В отношении Китая я сказал бы такую вещь. Для Украины, скорее, это одна из возможностей поговорить с Китаем. Это не столько желание видеть и как-то серьезно имплементировать этот китайский план, потому что он, на самом деле, тоже реалистичен. Но сам масштаб Китая в современном мире он стимулирует так или иначе к тому, чтобы донести Китаю свою позицию, показать нашу ситуацию, чтобы они видели непосредственно с места событий, мнение чиновников, то, что нас волнует, а не через определенное российское восприятие. Потому что Россия все-таки коммуницирует с Китаем гораздо больше Украины уже много-много-много лет. И этот дисбаланс, он мог иметь негативное значение для нашей страны, если бы, например, Китай согласился поставлять в Россию вооружение. Сейчас мы этого не видим. Однако, может быть и так, что в какой-то мере Украина решила участвовать в этих переговорах с Китаем, принять спецпредставителя правительства КНР, в первую очередь для того, чтобы удержать Китай в определенной нейтральной позиции. Потому что пока идут эти переговоры, Китай вряд ли станет вообще задумываться о передаче РФ любых вооружений. Но я не думаю, что позиция Китая по этой войне настолько сильна, что она, например, будет подводить Китай под какие-то риски серьезные, связанные с санкциями США, например, за предоставление вооружений России. По сути, для ЮАР, вот эта больная, как говорится, тема колониализм, да, который, в принципе, апеллировал и наш глава МИД Юрий Кулеба, когда впервые туда отправился с дипломатической миссией, с мирным планом Украины, то об этом он вспоминал. То есть, по сути, все равно рука Кремля, а теперь еще и рука Китая доминирует в политике ЮАР. Ну да, так или иначе, КНР реализовала очень масштабные, скажем так, масштабные мероприятия стратегической коррупции, особенно в африканских странах, когда, по сути, под видом кредитования, еще каких-то таких денег на льготных условиях довольно в управленческом смысле слабым африканским странам, у которых нет еще такой стойкой управленческой культуры, предоставлялись деньги под залог, например, объектов инфраструктуры. Это порты, мосты, все, что хотите. То есть, такие, на самом деле, важные логистические узлы. И Китай получил через это вход в Африку. Это огромная проблема, у нас про это редко так сфокусировано говорят. Однако, потом эта проблема даже Китаем была в какой-то мере имплементированной в Европе, потому что была похожая ситуация с Черногорией, например. И вот таким образом Китай смог себя завоевать на самом деле серьезное влияние на африканские страны, которое у нас как-то принято замалчивать. Все знают про нахождение, например, ЧВК Вагнар в Африке, в очень многих странах, но про вот эту китайскую компоненту ее как-то упускают из виду. Как будто бы в Африке существует только Запад, Россия и собственно африканские страны. Субтитры создавал DimaTorzok